МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СССР – великая космическая держава. Казалось бы, мы должны знать о своих героях-космонавтах всё. Но до нас доходит только дозированная информация. О недостатках фактов порождает слухи и домыслы. Встречались ли наши космонавты с НЛО? От чего на орбите можно сойти с ума? Некоторые даже рискнут спросить, возможен ли секс в условиях невесомости. Сегодня постараемся восполнить пробелы в наших познаниях о космосе. Во времена СССР космической теме допускали далеко не всякого журналиста. Нужно было пройти сотни проверок, чтобы стать официальным фотографом или специальным корреспондентом, который знает, о чём можно писать и о чём нельзя. Бортовой журнал «Восток-1», которому уже 50 с лишним лет, он летал в 61-м году, он не опубликован. Не опубликован ни один бортовой журнал, ни одного нашего космического полёта. Они все до сих пор под грифом. Все. То есть у нас уже не одна сотня космонавтов, мы уже больше сотни раз летали в космос. Ни одного. 1961 год. Начало апреля. Корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Губарев пишет статьи о покорении звёздных меридианов. У журналистов нет никакой информации о том, когда состоится первый полёт человека в космос. Ясно одно. Это случится вот-вот. И обязательно до 21 апреля. На эту дату американцы назначили старт своего человека, Алана Шепарда. Мы забросили агента своего в отряд космонавта, Томку Кутузову. Она была уборщицей. Поэтому мы всё знали, но мы не знали, что 12-го. Потому что 11-го числа не было никакой информации с космодрома. Так. И мы подумали, что будет пуск 14-го. Потому что 13-го Сергей Павлович никогда не пускал. Он не был суеверным человеком. Но 13-го он не пускал, так же, как не пускал в понедельник. Несколько крупнейших космических катастроф произошли именно в понедельник. Так, 24 октября 1960 года при пуске взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета. По официальным данным, погибли 74 человека. Я ведь у Королёва работал сначала инженером, и мы проектировали нашу «семёрку», на которой все сейчас летают. Потом я работал испытателем, мы её запускали, она тоже не хотела летать. Иногда не стартовала, иногда взрывалась, иногда взлетала, а потом нам на голову упадала. История космонавтики не знает ни одного идеального полёта. Более того, учёные считали, что человек может сойти с ума, увидев Землю со стороны. Именно по этой причине полётом Юрия Гагарина управляла автоматика. В режиме нештатной ситуации перейти на ручное управление можно было лишь через секретный код. Первый космонавт должен был набрать на пульте число 25. А он это мог сделать, достав конверт. В конверте был второй пакет, и в этом пакете была написана цифра 25. Но подумали так, что если человек сойдёт с ума, то он не догадается из трёх пакетов достать эту цифру и набрать. На орбите всё прошло в штатном режиме. Но при возвращении на Землю спускаемый аппарат отделился от остального корабля с 8-минутной задержкой. Дело в том, что когда он приземлился, он приземлился уже в нерасчётном районе. Там его никто не ждал. Его ждали за 500 километров дальше. Он был очень бледный. Мы даже его не узнали, честно, на первых фотографиях. Он страшно бледный, посмотрите. Дело в том, что он считал, что он 8 минут, как... 8 целых 8 минут, он считал, что он погиб. Полёт Гагарина завершился благополучно и стал одной из самых славных страниц в советской истории. Это известно всем. Зато многие даже не догадываются, какие неприятности сопровождали первый полёт в космос представительницы прекрасного пола. Королёв был против того, чтобы женщины были во время пуска на космодроме. То есть, как женщина на корабле. Интуиция не подвела Королёва. Во время полёта Валентины Терешковой возникла нештатная ситуация. Женщина не смогла справиться с управлением корабля. С Терешковой разговаривали несколько раз. Чувствуется, что она устала, но не хочет признаться в этом. Если придётся садиться вручную, а она не сможет сориентировать корабль, то он не сойдёт с орбиты. Из доклада генеральному конструктору 17 июня 1963 года. Интересно, что накануне своего первого полёта в космос Терешкова сообщила семье, что едет прыгать с парашютом. Настолько всё было засекречено. Что же случилось со спортсменкой и лучшей из лучших там, в космосе? Валя оказалась первой, кто на себе в полной мере испытал влияние невесомости. И, кстати сказать, это затормозило нашу женскую космонавтику. Уж посчитали, что женская особенность. В самом деле мужики точно так же переносили. Терешкова провела в космосе почти трое суток. Большую часть полёта она не могла адаптироваться. Тем более управлять неисправным кораблём. Оказалось, что он поворачивался не в ту сторону, что при отработке на тренажёре. Причина крылась в неправильном монтаже проводов управления. Об этом случае Терешкова молчала более 40 лет. Все боятся эту профессию потерять. Но так как всё-таки наша медицина, в ряде случаев, она выполняет какие-то карательные функции здесь и ведёт жёсткий отбор. То есть, естественно, люди, они, видимо, как-то неохотно об этом рассказывают. Если рассказывают, то только, скажем, каким-то таким доверенным лицам. Во время посадки Терешкова, что называется, дала волю эмоциям. Это фатальным образом отразилось на последующих полётах женщин в космос. Их просто запретили. Она буржналом кидает в иллюминатор, слабо уши не разбила, а тут там и осталась. И тогда Королёв принимает решение, благо была система автоматизма, её с земли развернули, отработал двигатель, и она села. А потом она стала героем. Поэтому сказала, что пока я жив, никого-то не будет. Именно после этого полёта Королёв расформировал женский отряд космонавтов. Следующей в космосе, уже после смерти генерального конструктора, стала Светлана Савицкая. Это произошло спустя почти 20 лет. В конце 2007 года корреспондент газеты «Гардиан» Джон Хенли опубликовал в своём блоге информацию о конфиденциальном докладе НАСА. Речь шла о космической миссии 1996 года. Двое добровольцев, мужчина и женщина, якобы протестировали 10 позиций для занятий сексом в невесомости. Статья побила все рекорды популярности. Более 100 тысяч просмотров за одно утро. С тех самых пор разговоры о любви в космосе будоражат человеческое воображение. Но если в НАСА проводили такие исследования, то, может быть, существовал государственный заказ. Полёты в космос становятся всё более длительными, и космонавтам надо поддерживать на орбите привычные условия жизни. Когда летали наши космонавты, у них просто и возможности это не было, заниматься сексом, потому что экипажи были сплошь и рядом мужскими. Ну а так, в принципе, они много шутят на эту тему, но все признают, что заниматься сексом в космосе было бы проблематично. Признаются. Значит, проблемы – это действительно актуально для космонавтов. Чтобы заняться сексом, нужно будет предпринимать весьма большие физические усилия, и в одиночку это вряд ли удастся сделать. Поэтому тема интересная, но это тема будущего. Ну, если разработать соответствующие привезные системы, наверное, механические условия можно как-то соблюсти. И, конечно, интересный вопрос. Возможно ли вообще оплодотворение в условиях невесомости? Кстати, на простейших животных эти опыты проводятся давно и успешно. Зачатие и даже рождение детей в невесомости – это актуальные вопросы относительно недалекого будущего. А это как раз будет очень важно, когда полеты будут длиться, допустим, ну, там, годы. То есть это такой явно непраздный вопрос, но который должен быть обязательно следован. После полета Юрия Гагарина в атеистическом советском обществе ходила присказка. Гагарин в космос летал, бога не видал. А на тему встреч с представителями внеземных цивилизаций и НЛО у всех космонавтов стоял негласный запрет. Даже если что-то видели, об этом говорить не следует. Невесомость может приводить человека к различным расстройствам восприятия. По наблюдениям психологов, возможно, даже изменённое состояние сознания. То есть изменяются механизмы функционирования центральной нервной системы, анализаторов. Значит, здесь отсутствует весомость, то есть вестибулярный анализатор находится в таком необычном состоянии. Ну и плюс длительная изоляция, изоляция от каких-то привычных социальных контактов. И всё это, в конце концов, может вызывать некие такие изменения восприятия. В космосе на орбите космонавты видят вспышки в глазах. Даже когда закрытыми глазами, допустим, в тёмном помещении, в каюте запись, да, он закрыл глаза, у него происходят вспышки. То есть это, кстати, объясняется, что, кстати, элементарная частица высоких энергий попадает изомнительной сетчаткой глаза. Человек видит вспышку. Однажды сообщение о летающих тарелках, которые наблюдали космонавты, несмотря на строжайший запрет, всё же попало в эфир. Георгий Гречко решил пошутить над прибывшим экипажем в составе Владимира Джанибекова и Олега Макарова. Журналист Владимир Губарев как раз находился в тот момент на связи с кораблём «Салют» и слышал весь крамольный разговор. Говорит, сейчас он прилетит, я ему покажу настоящие летающие тарелочки. Володя и Олег летят, стыкуются, переходят на станцию. И в это время Журналист говорит, о, иди, 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 смотри. И действительно, рядом со станцией, неподалёку, идут два летающих блюдца. Чисто в виде. Когда эти слова услышали в Останкино, начался они шуточный переполох. Это же самое, что ни на есть нештатная ситуация. Надо доложить высшему руководству. Ясность лишь через 10 минут внёс Георгий Гречко. Ребята, это же контейнеры. Мы выбросили контейнеры с отходом, вот они идут рядом с нами. Когда мы сменим орбиту, они здесь, как только включили двигатель, станция, они перешли в новую орбиту, ну, контейнеры исчезли. Это контейнеры с отходами. Но эта часть не попала в Останкино. Да и все, хоть там секретные передачи, осмотрители. Оттуда пошла легенда о том, что космонавты видят летающие тарелочки. Космонавт Александр Волков об этом случае знал. И во время сброса 20-литрового алюминиевого ведра с мусором ничуть не удивился появлению НЛО. Она летала и сопровождала нас. Она бы ещё с нами рядом летала несколько дней, 10. Она с нами была рядом. Вот это ещё очередное НЛО, которое, в общем-то, если не разобравшись, можно спокойно сказать, что космический корабль инопланетян подлетел к нам и летал с нами, разглядывал нас. А космонавт Виктор Севиных вспоминает. После первого полёта ему принесли вырезку из американской газеты. Там показано, что я сижу у иллюминатора. Там за иллюминатором плавают гуманоиды. Значит, и якобы, значит, пишут о том, что на одном из секретных совещаний в Госплане генерал Береговой, наш командир был, рассказал, что космонавты Севиных ковалёнок видели инопланетян. Эта газетная утка настолько возмутила руководство ЦУПа, что перед следующим полётом космонавтов стали специально готовить к появлению различных неопознанных объектов. За два дня до старта на заходе Солнца всю команду отвезли на аэродром Чкаловский. Когда самолёт набрал высоту 11 километров, капитан пригласил всех присутствующих к иллюминаторам. Он там смотрит на часы и говорит, вот сейчас через 5 секунд вы увидите НЛО. Через 5 секунд, конкретно, говорит, слева, там под 30 градусов, вот смотрите, выйти иллюминатор, вы увидите НЛО. Ровно через 5 секунд над нами, мы на 11 километрах, над нами, кажется, вот где-то недалеко, он идеальный, тор идеальной формы, бублик, огромный, ну, так мне вот показалось, он, ну, наверное, размером метров 30, вот такой. И мы летим со скоростью 900 километров в час, наш самолёт, и он рядышком с нами сопровождает нас. Космонавты не сразу догадались, что это такое, но потом поняли. В это самое время с одного из полигонов на юге страны была запущена баллистическая ракета, поэтому капитан так внимательно смотрел на часы. Проверял время запуска. Есть такой эффект, если на ракете пороховой двигатель стоит, есть они на пороховой двигателе, а есть на керосинах работают, на различных сочетании с кислородом. Вот если пороховой двигатель на этой ракете стоит, это, как правило, боевая ракета, на высоте 70, примерно 80 километров над землёй, как бы выхлоп образуется вот от этих порохов. Случались в космосе и совсем уж неприятные моменты. После одной досадной поломки на борту, один из космонавтов, дважды герой СССР, навсегда покинул отряд и космическую отрасль. Двительный полёт, он там летал по памяти, может, там 6-100 летней. У него на каком-то там дне сломался санузел. И все фекалии летали в невесомости вокруг него. Об этом случае, разумеется, тоже не писалось в газетах, из этических соображений. По оценкам историков, о советской космонавтике известно, в лучшем случае, не более третьим. Когда-нибудь эти страницы дождутся своих летописцев. Но не сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова